В принципе, об Архангельске, что я могу сказать, что это очень такой хороший русский регион, который выходит непосредственно на Арктику, и те задачи, о которых мы здесь с вами будем речь вести, в том числе по архитектурной геонике, они будут внедрять и в учебном процессе, и в науке, с точки зрения архитектуры, материаловедения и так далее, и так далее. Итак, мы с вами говорили о том, что главная задача ученых всего мира – это оптимизация системы человекного материала, средообитания, то есть создание условий, благоприятных для жизни. Обратите внимание, что по последним данным человек находится постоянно под действием природного электромагнитного излучения, с частотой, посмотреть какой, и изменение воздействия на человека, оно чревато. Пока наш организм борется с этим, приспосабливается к новым условиям, но возможности человека не безграничны. И мы, ученые, должны создавать такие условия, которые бы в меньшей степени влияли на наше с вами, так сказать, самочувство, здоровье и так далее. И если мы посмотрим, вспомним об архитектуре, то роль архитектурной среды очень и очень серьезная. И я что хотел бы еще сказать всем присутствующим, что мы, аспиранты, доценты, профессора, академики и так далее, постоянно, общаясь со студентами, магистрантами и аспирантами, мы учимся у вас. И вот благодаря влиянию одного из ученых, который находится сейчас в лаборатории Багатемини Шухова, так я пересматриваю свои взгляды на предложенную мной Артурную Геонику. Это благодаря Ирине Леонидовне, вот, находится, так сказать, этот человек, она поступила в аспирантуру, у нас, так сказать, с ней такие дискуссии, так идут. И я на самом деле сейчас вместе с ней будем писать Артурную Геонику монографию, так уже будем учитывать и ее такие нетривиальные, очень интересные, так сказать, взгляды. Мы начинали, видите, с чего, вот такие первобытные жилищные, как бы, условия у нас были, и с точки зрения нынешней информации, они больше подходили к человеку, чем от нынешней нашей коробки, как ни странно. Это на самом деле так. Значит, мы прошли путь в архитектуре, я имею в виду так, от античных сооружений, как они строили, когда не было еще САФУ, БГТУ, не было научной школы профессора Азельштата, как они создавали материалы, непонятно, да? Но стоят до сих пор, правда, разрушаются. Так, средние века, посмотрите, какие сооружения были, серьезные, да? Эпоха Возрождения, и мы оставляем свой след. Но, посмотрите, снова-таки по форме зданий и сооружений. Эпоха Просвещения, так сказать, и вот современная архитектура. Конечно, некоторые здания, скорее, некрасивые. Тем более, при их проектировании за основу были взяты достижения эволюции органического и неорганического мира. Форма напоминает раковину, например, и так далее. Особенно внимание мы этому должны сейчас уделять. Почему? Потому что изменяется среда обитания, очень интенсивно, и не в хорошую сторону. Я показывал эти вам плакаты, поэтому быстро листаю. Так, шумовая агрессия. Очень негативно влияет на человека. С одной стороны, я говорил же, что шум рассматриваю как оружие, как лекарство и как источник энергии. И вот мы, специалисты, должны объединяться вокруг идеи создания среды обитания. Причем здесь химики, физики, материаловеды, медики, психологи. Потому что для каждого человека колористика своя должна быть. Шумовая гамма своя должна быть. Аромотерапия своя должна быть. И только тогда наша с вами жизнь будет не мучение, не стресс, как сейчас, постоянно мы в условиях стресса живем, а спокойно и так далее. И вот здесь вот, вот здесь вот так, вот мы с вами и речь ведем, так сказать, в том числе по плотности населения. Вот знаете, мне как-то пришлось, пришлось преодолеть путь с Японии, у Москвы летел. Так, вот у нас, так сказать, выходит на связь с нами Ирак, подключите его. Александр Анатольевич, если вы видите и слышите, так сказать, Ахмед, как будто бы там может связаться, попробуйте его подключить. Да, так вот, летел с Токио в Москву, потом через буквально несколько там недель с Москвы в Нью-Йорк. У иллюминатора бескрайние просторы, несвойные просторы. И стоит ли нам создавать такие вот техногенные аномалии, которые вы видите? Я имею в виду вот эти крупные мегаполисы, вот эти строить небоскребы и так далее. Ведь в них-то жить некомфортно. Вы знаете, что в этих небоскребах, возьмите тот же Дубай, так сказать, легче работает два часа в сутки всего. Потому что перемещение с первого этажа на 70-е, оно нагрузкой является на организм. И как раз вот агрессивное, концентрированное уплотнение городов, это дискомфорт для нас с вами. А зачем это мы делаем, строим? Да потому что выгодно строительным фирмам, строительным олигархам зарабатывать деньги. У них есть строительное производство в городах этих. И прежде всего, главное, чтобы заработать деньги, они выбивают, подталкивают эти проекты законодательным путем и создают их. Пройдет время, мы их будем взрывать, разрушать и все. И вот здесь вот как раз роли архитектуры, это просто, так сказать, колоссально. Роли архитекторов, дизайнеров на продолжительность жизни человека просто колоссально, повторяюсь. Я пишу, природа прекрасный архитектор. На самом деле так. Вот моя фотография в центре Брюсселя. Ну не знаю, как кому, а мне лично, ну не впечатляет. Как вам? Примечательно. В кавычках говорит профессор из штата. Он сюда, оригинальная мысль, да. Так, а вот студенты, смотрю, не очень нравится, так это дело. Поэтому появилась архитектурная геоника. Это где-то буквально лет пять назад, как-то вот расскажу, можно сказать, под утром мне пришла в голову эта мысль, я записал. Потом я уже узнал, что есть архитектурная геоника, кстати, к сожалению, да. Архитектурная геоника, вы знаете, что проекты используют, так сказать, беря за основу какие-то органические системы, там, допустим, шишки, а не басковые виде шишки и так далее. Это архитектурная геоника, так. Вот, кстати, примеры, когда строилась Эйфелевая башня, за основу конструирования автора взял костную структу головки бедренной кости. Полезная информация. На самом деле надо учиться у природы, как Конфуций сказал. Вот, пожалуйста, пример. Вот архитектурная геоника, небоскреб, шишка, допустим, вот раковинка, вот этот музей, по-моему, в Австралии и так далее, и так далее. А архитектурная геоника, так, с точки зрения именно, Ирина Ленина, с точки зрения формообразования я веду речь. Потому что вот в дискуссии о снег мы рассматриваем архитектурную геонику намного шире, чем форма. Ну, по крайней мере, с точки зрения формообразования, возьмите, посмотрите, сколько можно миллионов взять объектов архитектору для того, чтобы на этом природном создании, взяв за основу, создать какой-то объект впервые в мировой практике. Посмотрите, вот, химические элементы, кристаллическая решетка минералов, форма кристаллов, ну и так далее, и так далее. А элементы космической тематики, возьмите. И дальше я немножко пройдусь, так сказать, вот я вам показывал в начале форму этого центра Брюсселя, это тоже моя фотография, это вот визитная карточка Брюсселя. Это в 64 миллиарда раз увеличена структура железа, элемент железа, фэру. Почему взял архитектов за основу? Потому что в 17 веке в Брюсселе добывали болотное железо. И вот высота, по-моему, метров 200 вот этого сооружения. Где-то там библиотека, там где-то кафе и так далее. И это только железо, сколько элементов у нас. Можно учиться, можно создавать все и так далее. Так, вот теперь другие примеры я привожу в структуру элементов. Делайте вы, допустим, дизайнеры, архитекторы, что-то для детей, для взрослых там. Пожалуйста. Почему пентхаус не построил в таком вот виде? Обязательно надо, чтобы это было вот это кубицейская форма здания, в котором жить вредно для человека. А именно вот такая форма, она комфортна, во-первых. Во-вторых, когда мы говорим, речь ведем о защите среды обитания, вот, допустим, космических разных параметров, негативных воздействий, техногенного характера, вот такой конструкции стены можно, будем так говорить, сделать систему защиты. И от электромагнитного излишнего влияния, и от тепловых параметров, ультразвука и так далее. Намного проще. Вот, пожалуйста. То есть, таких примеров для подражания просто неограниченное количество. Это все структура кемических элементов, я показываю. Структура кемических соединений уже. Посмотрите. Пошла дальше структура кристаллической решетки минералов. Это новое направление. Видите, сколько классификация минералов. Так, оксиды самородные, силикаты, карбонаты и так далее. А силикаты, каркасные, остальные, цепочные, слоистые. Сколько можно брать за основу при проектировании, будем так говорить, моментов. Посмотрите. И выбирайте вот такой проект, допустим, вместо того, чтобы эту коробку отстроить, как мы в окно смотрим. Пожалуйста, вот такой архитектурный, так сказать, ансамбль. Это вот переходы. Это, кстати, для условий Арктики. Холодно зимой, невозможно. Вот, пожалуйста, построили вот это, переходы внутренние сделали, систему, так сказать, отопления, колористика. Все у вас. Ну вот, дальше идут форма кристаллов. Это новое, другое уже направление. Сколько, так сказать, форм кристаллов. Посмотрите, сколько их много. Можете выбрать для себя, в зависимости от условий строительства, в зависимости от климата, ну и так далее. И вот, простые формы кубистской сингонии. Вот фотографии этих кристаллов. Дальше идёт структура кристаллистской решётки силикатов, я говорил, слои гиста, цепочные и так далее. Своё направление. Тут можно даже диссертацию защищать, или кандидатскую, или докторскую по архитектуре. Вот на основе структуры класса силикатов. Можно подобрать здесь, так сказать, вот, допустим, астронные силикаты, допустим, для фортификационных сооружений в условиях Арктики. Вы возьмёте, да? Допустим, цепочечные силикаты, для каких-то других направлений. Всё это продумать, рассчитать, показать. Прекрасно будет. То же самое продолжение, вот я говорю, астронные силикаты, так сказать, какие и так далее, и так далее. Вот слоистые силикаты. Вот, пожалуйста, готовый проект высотного здания. Все связи, все законы, будем так говорить, по прочности. Оптимизированный природ. Да, оптимизированный природ на самом деле. Или 3D-аддитивные технологии мы создаём. Тоже берём за основу природные, так сказать, элементы. Вот ленточные силикаты, подобие, то же самое. Цепочечные силикаты, своя система. Я смотрю, Ирина Ленина, так, внимательно смотрит, я думаю, что она в конце рекции выступит, расскажет несколько своё видение, так сказать, в каком она видит архитектурную геонику. Ирина Ленина, мы вам дадим слово, да? Да. Или форма кристаллов. Это новое, особое направление. И уже используют архитекторы. Вот, например, видите, кристалл флюорита. А вот комплекс зданий в виде кристалла флюорита. Вот вам, пожалуйста, кристалл соли. Вы пользуетесь солью? А? Да. А какая формула у соли, которую вы потребляете каждый день? Хороший вопрос. А? Кристалли. Кристалли. Какая формула химическая? Кристалли. Правильно, кто тут говорит. Натрий хлор, абсолютно правильно. И вот один из известных, так сказать, олигархов в Соединенных Штатах Америки, архитектора пригласил, говорит, слушай, построи мне, дай мне проект архитектурного, коттедж построить хочу. Но что было, такого никакого не было, уникальный. Архитектор умный. Ну, как и вот наши сидят архитекторы здесь, как ваши архитекторы, да. Начал думать. Но он немножко, наверное, уже знал архитектурную геонику, да? И он начал выяснять, ага, какие, значит, предпочтения жены, там у него дочери. Ну, ничего не может сказать. А потом вдруг узнает, что этот олигарх является, будем так говорить, ну, чуть ли не единственным поставщиком соли на рынке штата. Он сразу, раз, 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 соль, какая формула узнал, а какая форма кристалла, вот. И вот он такой предложил. Как будто ничего такого нет, интересно, серьезно, но он вошел в учебники. Именно взял за основу натрий хлор. А это вот кристалл магнетита. Вот благодаря этому кристаллу, я здесь нахожусь у вас. Если бы не было феррум 3-4 магнетита, то не было Белгородского технологического университета, не было Белгородской области, а был бы заштатный районный городок Белгород. А благодаря тому, что колоссальное месторождение жилеевских кварцитов у нас в недрах Курска магнетитной аномалии, в частности, Белгородской области, была создана Белгородская область, чтобы сконцентрировали усилия по управлению, развитием региона. И создали наш университет для решения проблемы комплекса использования минеральных ресурсов в Курском аномалии. И вот благодаря магнетиту, который является парадообразующим минералом железе в кварцитах, я нахожусь здесь. И вот мой аспирант Юра Девшки, он защищал диссертацию по материаловедению, но вот он предложил вот такой вот первый как бы вариант формы кристалла магнетита, вот такой комплекс дзайм. Или вот возьмите структуру минеральных агрегатов. Это вообще, так сказать, искусство. Кстати, вот глядя на вот это, я вчера вам говорил, появилась у меня идея создания институальных композитов. Все присутствовали вчера, да? Я не буду, так сказать, на этом распространяться. Вот природа не любит пустоты, как пустота зарастает, круг кристаллами, вокруг-вокруг. Так, то же самое мы заложили при проектировании бетонов. И получили бетоны самовосстанавливающими характеристиками. Друзы, посмотрите, какие прекрасные. Все за основу можно брать. И тоже я говорю, и архитекторы уже используют это. Вот дружок кварца, и видя дружок кварца, комплекс зданий такой. А цветовая гамма, структура, текстура. Пожалуйста. То есть учимся мы у природы. Текстура горных пород. Вот, пожалуйста. Какие можно изделия создавать? Фирму открывать и работать? Или вот, это самое, комплекс зданий в виде складчатости. Или вот то же самое. Вот дюна. Вот, пожалуйста. То есть природа нам создает, мы должны просто учиться у природы. И приспосабливать к реальным каким-то местности, к реальным, так сказать, наклонностям народа, который проживает и так далее. Вот, пожалуйста. Форма выветривания. Это вот мы с Ириной Лениновым, когда работали над параметрами артурной акустики, да, вспомнили, что еще древние мудрецы, так сказать, вот эти формовые ветви, как я их называю, природные, природные консерватории, по-моему, так. Так, значит, в зависимости от направления ветра, так сказать, времени года, так вот в таких вот сооружениях возникает звук. И древние мудрецы еще 400, 500, там, 700 лет назад вводили сюда людей, и они лечились благодаря определенной тональности звука. Ну, это я вам показывал. Да вот небоскреб за основу архитектора взял это в Дубае, так сказать, вот сталагмит. Следующее направление огромное, неосвоенное, это вселенная. Это просто фантастическое направление, которое вы можете брать за основу при проектировании, при выполнении там курсовых работ, диссертационных работ и так далее. Пожалуйста. Вот уже как бы за основу взяли и это делается. Резвездная система. Посмотрите. Это я был в институте Академии наук имени Штербурга, институт астрономии, да. И вот мне позволили такими фотографиями пользоваться для чтения лекций. Это уникальные фотографии, это системы вселенной, которые получены в первой мировой практике. Вот представьте себе, немножко отвлекемся от астрономии геоники, да. Вот планета Земля, да. Большая планета. Да. Относительно чего. А? Относительно чего. Так. Если мы возьмем всю Вселенную, то в масштабе Вселенной наша планета – это наночастичка. Наночастичка. Вы знаете, что входит Земля в Солнечную систему. Система Солнечная входит в Галактику. В Галактике таких Солнечных систем бесконечное множество. И все эти звезды, все, так сказать, планеты, они вращаются вокруг оси и летят с бешеной скоростью в масштабах Галактики. А Галактики, которых бесконечное множество, входит в состав Вселенной. И в состав Вселенной таких Галактик тоже бесконечное множество. И пока мы с вами здесь беседуем, уже вот таких планет, как Солнце, тысяч, наверное, сто, исчезло. И новые появились. И сейчас ученые-астрономы, так сказать, дискутируют, защищают диссертации, спорят. Ага, планета Земля, она исчезнет когда? То, что она исчезнет, это сто процентов. Но когда? Да, одни говорят, через, значит, там, 70 миллиардов лет, другие говорят, через 760 миллиардов лет, другие через 700 миллиардов лет. То есть, чтобы вы не волновались, то скажете, зачем мне сдавать зачеты, если планета Земля исчезнет. К тому времени мы можем уже переместимся на какие-то другие планеты. Но пока мы здесь, мы должны создать среду обитания для себя прекрасную. Вот структура метеоритов за основу, так сказать, мы тоже можем брать прекрасно. Ну и, наконец, вот пути использования архитурной геоники. Где мы можем использовать эти результаты? Пожалуйста, создаете, допустим, малое предприятие по дизайну интерьеров. Вот берете за основу какие-то направления и работаете. Или ювелирные украшения, художественные произведения. Вот я показывал вам, вот, пожалуйста. Я даже сам, вот мы делали вот такие вот эти самые картины, в рамку вставляли. И ответственным, так сказать, людям дарили. В виде, на день рождения, на какие-то праздники. Они вешают, у меня там висит. Прекрасно, посмотрите. А еще надо изучить, каким образом, вот, каждая из этих картин, допустим, ей подходит больше эта картина, а ей, например, вот эта, больше подходит. С точки зрения, значит, влияния на самочувствие, на здоровье и так далее. А этому молодому человеку, он вообще философ, астроном, наверное, вот эта подходит больше. Или нет? Вот это, да? Вот это тоже, это вот есть объект для исследования на самом деле. Потому, какие картины, кому больше нравится, можно предать ваш характер. Да, и вот пока вот эти вещи. Так, вот дальше мы еще, Александр Анатольевич, сюда вот внесет, значит, направление. Это, значит, для создания инфраструктуры партификационных сооружений Министерства обороны. Вот еще внесем, вот такая мысль появилась. Тоже можно использовать эти данные. Потому что, вот, например, представьте себе, ну, полигон, вот, допустим, да, разработали какую-то новую там ракету и так далее. И вот стоит сооружение типа нашего дома обыкновенного или же вот по типу черепахи. Ясно, что дом она прошивет, разовет. А если типа черепахи, да еще хороший бетон, она скользнет и уйдет. Вот, то есть, можно по-разному рассматривать эту вещь. Итак, вот я опишу, видите, цель артурной геоники – это создать гармонию между техносферой и биосферой. Ну вот, благодарю за внимание. Как мне рекомендовалось Иван Михайлович, или не Аркадий Михайлович, да, я вложился в это время. Теперь, пожалуйста, какие будут вопросы в белгородцев, в ученых специалистов Архангельска, да, и тех неизвестных товарищей, которые вот здесь еще, так сказать, не хотят раскрывать свои, местоположение свое, да. Пожалуйста, да. Я бы хотел, вот. Да, как мне встать, чтобы меня видели те и другие сюда, да. Если нас будет видно, то не видно будет двоих. Да. Или наоборот. Да. Я бы хотел встать. Так, белгородцы, вы нас видите? Да, видят. Да, ну прекрасно. Вот что хотел бы сказать. Так, белгород, на весь экран сделать это. Вот. Теперь я почти у себя в лаборатории. Я бы хотел сказать вот что. Более Станиславович нам сейчас предложил. Я сначала думал сказать о том, что взгляд в будущее. Да нет, наверное, это уже взгляд в настоящее. Или в недалекое будущее. Поэтому у меня к вам ко всему просьба. Вы знаете наш замечательный город Архангельска. Знаете и видите его архитектуру. Пожалуйста, посмотрите, кто какую ассоциацию с чем увидит природным в тех зданиях, в сооружениях, которые мы сейчас имеем. Фотографируйте, пришлите. Это будет замечательный подарок Валерии Станиславовичу в его дикционный материал. Я думаю, это будет очень... Валерий Станиславович, что вы можете сказать о той среде, которая возникает в тех формах, которые были архитектором созданы, продуманы, на базе геофакторов. То есть вот интересует, что же внутри таких зданий будет особенного? Ну вот не хотел я ее приглашать, так сказать, а теперь придется отвечать на ее умные вопросы, да. Значит, это очень, так сказать, правильный вопрос на самом деле. Вот если мы, так сказать, строим здание будущего, да, так, то мы должны, значит, заложить в этом здании и учет, с учетом, так сказать, геофакторов. Вот, например, есть такие данные. Если наш, допустим, дом стоит на подземном месторождении воды, вот под землей на глубине, там, 10, 20 или 40 метров находится море, водоносный горизонт. Это уже еще, так сказать, ну, как бы, древнее писание, наверное, так говорят, Ирина Ленина, да, что это положительно влияет. Я правильно отвечаю? Да, 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 так, на самом деле, да. Дальше, дальше. Вот сейчас, я считаю, так сказать, есть, так сказать, геологическая карта планеты Земля, поверхности, да. Мы, как ее используем при проектировании зданий и сооружений, мы используем ее, когда сейсмоопасная зона есть, да. Мы закладываем там сейсмо-пояса, значит, стабилизируем и так далее, и так далее, да. Так, ну, пожалуй, и все. А если, допустим, проходит, вот, вот, Соединенные Штаты Америки, в Америке, где-то, по-моему, в 1932 году была построена гидроэлектростанция, да. Важный участок – это дамба, которая защищает, так сказать, да. И вот изучили они, пробурили скважины, построили дамбу ниже города 1000 на 30, да. И вдруг эта дамба разрушилась. А что оказалось? Что эта дамба, не заметили, по центру дамбы разлом проходил. И левая часть, которую хорошо изучили, так сказать, скальные породы были на глубине дамбы 10-15 метров, а правая часть опустилась, да, и были накуплены осадочные отложения, они не заметили. И получилось, что здесь устойчиво, здесь неучредо устойчиво, раз, и разрушение. Десятки тысяч погибли людей. Да, страшно. Да. То есть, вот эти вот, дальше, тоже магнитное поле. Вот, месторождение железных, допустим, парцитов, так, если мне подходят близко к поверхности Земли, уже магнитное поле другое. Когда мы строим здание здесь, мы должны заложить систему защиты от магнитного поля, пока это не учитывается. Ну и другие параметры, которые наряду с космосом, наряду с техногенными аномалиями, необходимо учитывать. И архитектором, и строителем. Правильно я ответил, Вина Ленинова? Еще раз. А? Спасибо большое. Да, да, спасибо.